Другие, мы сегодня готовим пончики из двух ингредиентов. Без лактозы, без глютена, без сахара, без дрожжей. Самые вкусные пончики. Други драгоценные, добрейшего всем дня. Вы очень часто задаете мне вопросы в комментариях вот к этим видеороликам. Я заметила, что вас интересует, откуда я беру вдохновение для рецептов. И поскольку сегодняшние пончики собираются и готовятся буквально в два счета, я позволю себе ответить на этот вопрос и заодно дать вам один совет. Мы с моей семьей очень любим путешествовать, открывать для себя новые страны, новую культуру и, естественно, еда, гастрономия является неотъемлемой частью любой культуры. Я очень люблю пробовать все новое, куда бы мы ни приехали. Я обязательно хожу на рынке или в магазин, изучаю какие-то есть фрукты, овощи. И не стесняюсь задавать вопросы. Точно так же, если я прихожу в ресторан или в какое-то кафе, я могу даже прям забежать на кухне с позволения шефа, посмотреть, как он что-то готовит. И всегда задаю вопросы. И вас тоже призываю. И даже когда мы планируем отдых, я всегда уделяю особое внимание еде. И вот тут недавно мы ездили на море, на Мальдивы. И особое внимание я, конечно же, уделила не просто инфраструктуре отеля, но чтобы там было вкусно. Поэтому мы выбрали отель Moven Peak. Вся информация о нем находится внизу в описании к этому ролику. Сходите, посмотрите, если вам интересно. Я насобирала отзывы со всех своих друзей, и они единогласно сказали, что там действительно очень и очень вкусно. И сегодняшнее блюдо я научилась готовить именно там. Когда мы приходили на завтрак, там можно было... Там был целый закуток, где при тебе чистили всякие экзотические фрукты, целый уголок, где можно было сделать себе любой омлет. Всегда была домашняя гранола. Кстати, у меня на канале есть 4 рецепта, как я готовлю гранолу. Вот нажмите сюда, я прикреплю ссылочки. Или какие-то есть уголок с всякими зош вкусностями, какие-то чаепудинги. Кстати, чаепудинг у меня на канале есть. Мой вариант. И каждое утро был такой мой любимый закуток, где готовили что-то новое. То были вафли, то были какие-то оладушки. И вдруг как раз я увидела вот эти пончики. Их готовили прям при мне. И, конечно же, я замучила вопросами повара, из чего, значит, они сделаны. И для меня организовали отдельный кулинарный мастер-класс. Кстати, вот если вы едете отдыхать в какой-нибудь такой курорт, всегда задавайте вопрос на ресепшене. Обычно есть такая опция получить прям кулинарный мастер-класс от шеф-повара, где, как правило, обучают каким-то особенностям местной кухни. Вам рассказывают про местные специи, о фрукте, овощи и разные способы и методы приготовления. И вот у нас состоялся вот такой мастер-класс. Меня научили готовить эти потрясающие пончики. Во время мастер-класса мне повар очень тщательно рассказал про каждый продукт, почему они его используют, что на что можно заменить. Но я вернулась домой, чуть-чуть похимичила. И сегодня представлю вам свою, так сказать, упрощенную версию. Мы все-таки с вами не на роскошном курорте, в ресторане, а дома. И хочется, чтобы все как-то было максимально просто и быстро. Итак, нам потребуются бананы. Мой вам совет, берите пятнистые, потому что они, как правило, слаще. Три или четыре штучки. Точный вес бананов и муки, и вообще подробный рецепт есть внизу в описании, как всегда. Бананы. И нам нужна будет рисовая мука. Вы, конечно, можете использовать пшеничную, но я постаралась сделать этот рецепт на рисовом мике, чтобы он был без глютена. Нам потребуется буквально щепотка соли и щепоточка разрыхлителя. Важный момент. Пончики, они должны быть, ну, такими масляными. Я вот помню, как из детства я покупала где-то на Фрунджуиской в Москве пончики в таком бумажном пакете, и их накладывали туда, и через секунду этот пакет намокал. Мы действительно будем жарить эти пончики во фритюре в масле. Не надо его бояться, я вам сегодня расскажу про все детали и нюансы. Это не страшно, это не опасно, поверьте, это не так жирно. Тесто не впитает в себя литры масла. Забегай вперед. Можно ли эти пончики запекать в духовке? Наверное. Можно ли их пожарить на сковородке? Да, но это уже будет не то. Давайте, если уж гулять, так вот от души. Итак, что же нам потребуется, чтобы нажарить самых крутых, зожженных и вкусных пончиков? Нам нужна какая-то кастрюля. Я буду сегодня использовать свою тяжеленную чугунную. Чугун вообще любит масло, и он очень хорошо держит тепло. Правило номер один. Масло используем специально для фритюры. Обычно прям так написано на упаковке. Ни в коем случае не надо жарить на каком-то дорогущем оливковом масле. Его оставьте для заправки салатной. А сюда специальное масло заполнять кастрюлю нельзя выше половины. Вообще, я даже люблю иногда одну треть использовать, потому что иногда масло начинает бурлить, когда попадает какая-то жидкость или что-то влажное. Поэтому для техники безопасности наливайте и заполняйте кастрюлю максимум на половину. Третий момент, или четвертый, я уже не знаю, какой он по счету. Когда мы готовим что-то в масле, жарим во фритюре, очень важна температура масла. Вот сегодняшние пончики, если готовить на чуть более высокой температуре, они сгорят снаружи и не успеют приготовиться внутри. Поэтому нам очень нужен, просто архиважен, вот такой кухонный термометр или градусник. Другие это стоят прям вообще совсем недорого, а вещи на кухне незаменимые. Если, например, вы готовите стейк, вам тоже надо, чтобы правильно его прожарить, надо знать температуру мяса внутри. Опять же, вам пригодится вот такая штука. Пожалуйста, первым делом мы начнем нагревать масло, на это идет какое-то время, а потом мы смешаем все ингредиенты для нашего теста. Как только масло достигло нужной температуры, можно начинать жарить. Нам нужна какая-то тарелка или поддон с салфеткой. Салфетка как раз будет впитывать остатки масла. Нам нужна шумовка, чтобы вылавливать наши пончики. И чтобы они у меня были идеальной круглой формы, я буду использовать сегодня вот такую скуп для мороженого, в которую я буду забирать тесто и забрасывать в масло. По поводу забрасывания. Очень важно, когда вы что-то готовите в горячем масле, всегда, например, если кусочки курицы, класть их от себя. Также мы будем поступать с этим тестом как бы вот дальше от себя. Это такая, скажем, техника безопасности. Еще важный нюанс. Не надо закидывать сразу там 20 пончиков, чтобы они здесь как-то тесно ютились. Я буду жарить по, может быть, 4 штуки. Объясню, почему. Потому что они не склеивались в один большой пончик. Это раз. И два. Тесто холодное. Когда оно попадет в горячее масло, тесто опустит температуру масла. Нам очень важно, чтобы оно сильно не понижалось. И периодически проверяйте температуру масла, чтобы оно всегда было примерно 150 градусов. Маленький лайфхак, чтобы тесто сразу не приклеилось к нашей вот этой штуке. И надо сначала аккуратно кукунуть в масло. Достать. И потом берем наше тесто. Один шарик. Опускаем. Первую минуту я их вообще не трогаю. А потом их можно немножко подвигать, чтобы они точно не прилипли ко дну. Они уже начинают приобретать классный цвет. Я их жарю 3 минуты. Вот температура 150, и тогда 3 минут более чем достаточно. Учитывая как бы диаметр моих шариков. Но вы смотрите по ситуации. Какие же они уже клевые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вы только посмотрите, какая вообще у нас красота. Вау, какие они пышные, хрустящие снаружи, абсолютно мягкие. Это нереально. Во-первых, если не считать соль, разрыхлитель, здесь два ингредиента. Это банан и рис. И это невозможно поверить. Они такие пышные, воздушные, при этом хрустящие. Я их присыпала, конечно, для красоты сахарной пудрой. Но поверьте мне, банан дает очень правильную, очень нужную сладость. Когда мы готовили непосредственно на Мальдивах, на этом мастер-классе, шеф добавил в само тесто изюм. Имейте в виду, что когда мы его жарим, если изюм не внутри, а немножко снаружи, то он чуток подгорает и дает легкую горчинку. И мне вообще хотелось сделать максимально такие простые пончики. Наверное, можно добавлять все, что угодно. Они еще, конечно, подают, мне кажется, они все подают на Мальдивах с фокосовой стружкой. Можно сбрызнуть капелькой, знаете, такая розовая вода, которая придает совершенно сумасшедший аромат. Другие, я вас просто призываю, обязательно, вот как-нибудь в выходной день побалуйте, порадуйте себя, мужа, деток, родителей. Приготовьте вот такие пончики. Это очень вкусно. Если вы их попробуете приготовить, обязательно. Не забудьте поставить лайк этому ролику и обязательно в комментариях оставьте отзыв. Я очень рада, что привезла с отдыха этот рецепт. И скоро будет еще один. Меня там также шеф научил готовить настоящее карри. Скоро поделюсь. Я пошла есть. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует.